МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите местные новости в студии Ирины Анциферова. И вот коротко о главном. Якутский десант в городе. Договор о дружбе и сотрудничестве между Намским районом и Артемом подписан. В садик с двух месяцев указ президента принят к исполнению. Робототехника – новое увлечение в молодежной среде. Чем интересен искусственный интеллект? А теперь об этих и других новостях более подробно. Делегация Намского района Якутии побывала в Артеме в конце прошлой недели. Гости познакомились с работой некоторых предприятий агропромышленного комплекса округа, побывали на морском побережье и встретились с представителями городской администрации. Во время встречи был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Намским районом Якутии и городом Артемом. Наш корреспондент Александр Наточев выяснил, в каких сферах хотят с нами сотрудничать якуты. «Намский улуз» – так правильно звучит название района. Он находится в 80 километрах от столицы республики города Якутска. Население 23 тысячи человек, площадь почти 12 тысяч квадратных километров. Основной вид производства – сельскохозяйственная продукция. У нас поголовье скота около 14 тысяч голов и лошадей тоже так, около 14 тысяч голов. В суровых природных условиях непросто содержать такое поголовье. Корма в Якутии очень дорогие, поэтому налаживание связей по поставкам фуража имеет для Намского района важное значение. К тому же это и нам выгодно. В условиях санкции – это очень актуальный вопрос. И если к нам в регион будут направляться, конкретно к нам в Артемовский городской округ, будут поставки организованы данной продукции. Я думаю, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Коммерческое сотрудничество, безусловно, наладит интеграционные схемы и укрепит взаимовыгодные социальные связи в культурной и спортивной сферах. Обмен тренерами, спортсменами. Мы хотим, чтобы наши дети тоже отдохнули здесь. Летний отдых детей на морском побережье представляет особый интерес для якутян. И не случайно они заострили внимание на этом вопросе и внесли ряд предложений, которые зафиксированы в совместном договоре о сотрудничестве. Приморский край – своеобразный мостик между Европой и Азией, а Артем – воздушные ворота. Поэтому сотрудничество с нами выгодно, как с экономической стороны, так и для прокладывания новых туристических маршрутов. Ханты-Мантынске недавно у нас тоже предложение поступило. Ну и с сибирских городов тоже. В состав делегации Намского района вошли 35 человек. Большинство из них – самодеятельные артисты, которые подарили артемовцам красоту, колорит и неповторимость якутского национального эпоса. На Придворцовой площади они дали концерт, эмоции от которого надолго запомнятся артемовцам. А это и есть залог крепкой дружбы. Музыка 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 которые используются не по назначению, строят новые, открывают дополнительные группы при школах. В Артеме, например, такая группа на 20 мест в этом году открыта в детском саду села Суражевка. К 2019 году в округе планируют открыть еще 4 на 120 мест. Группы для малышей с полутора до трех лет есть во всех местных детских садиках. И в текущем году число детей в них вырастет на 330. Что же касается совсем еще маленьких, от двух месяцев до года с половиной, то запрос на данный момент невелик – всего 10 человек. В других муниципалитетах эти цифры больше. Есть проблематика по дошкольному образованию, по обучению специалистов. Чтобы работать с детьми, которые от двух месяцев до полутора лет – это еще нужно дополнительное образование соответствующее, этот вопрос совершенно не проработан. Мы сегодня группы открываем, хотя бы небольшие, экспериментальные группы, по 10-15 человек. Перед этим должны сформировать тот штат специалистов, который будет работать с этими грудничками. В настоящее время в 12 из 34 муниципальных образований края проектная мощность детских садов позволяет предоставить места всем желающим родителям детей до трех лет. Полностью обеспечить граждан этого возраста местами в группах планируется к 2020 году. К этому сроку по программе развития образования Приморья на все, что связано с созданием дополнительных мест в детских садах для малышей от двух месяцев до трех лет, выделено 725 миллионов рублей. Половину предстоит освоить уже в текущем году. Есть большой вопрос по земельным участкам, потому что, согласно новых санитарных норм и правил, это гораздо большие земельные участки, нежели они были ранее при доперестроечном периоде. И сегодня на территориях городских округов, я не имею в виду сельские поселения, там землю можно найти. А вот в городах Владивосток, Артем, Находка – это сделать очень проблематично. По признанию участников заседания, вопросов остается больше, чем ответов. В одном все сошлись единогласно. Сроки освоения средств требуют корректировки. И вместо года, отведенного на строительство детского сада, на практике необходимо как минимум два, а то и три. В исполнительной власти будет очень сложно с этим справиться, потому что действительно, во-первых, задача очень важна, она поставлена под особый контроль, чтобы мы обеспечили всех абсолютно деток до 2021 года местами в детском саду, чтобы мамы могли учиться, работать. Но дело в том, что средства большие, аукционы, плюс еще ко всему тому же возможны какие-то условия, погода, еще что-то. И с учетом того, что средства администрации городов узнали от тех выделенных, которые по распоряжению правительства, только в апреле месяце, конечно, очень сложно. Сроки очень сжатые. Я очень надеюсь, что наша исполнительная власть с этим справится. И очень бы хотелось им помочь. По итогам совещания, его резолюцию с указанием всех рисков решено направить в Рио губернатора Тарасенко. Ирина Анциферова, Тарас Боднорук, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Сотни маленьких горожан вместе с родителями в День защиты детей собрались на Придворцовой площади, где для них администрация округа организовала грандиозный праздник. Репетню поздравляли герои популярных детских мультфильмов, вокальные и танцевальные коллективы. Мальчики и девочки активно участвовали в конкурсах, викторинах, аквагрим-шоу мыльных пузырей. Дети мастерили поделки, разукрашивали гипсовые фигурки и рисовали. Собравшихся на площади поприветствовали официальные лица. А глава округа Александр Авдеев пожелал детям спортивного активного лета и подарил 27 наборов спортивного инвентаря детским лагерям, которые уже начали свою работу при местных школах. Рано утром солнышко на моей подушке Подарила солнышко в жаркие пустошки Умывалась с мамой, щечки муловые Но не взляла, что, ящик их потери Бесốngки, 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 Бесốngки Бесốngки, 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 Бесốngки как День защиты детей, в такой прекрасной погоде. Дай Бог вам счастья, здоровья, удачи, добрых начинаний во всем и продолжения этих начинаний. С праздником вас, друзья! Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевое теле, оранжевый верблёк. Оранжевые мамы, оранжевые ребята, оранжевые песни, оранжевый поёт. Наступила та пора, когда мы должны набраться сил, энергии, качества и всем, чтобы подготовиться к новому учебному йогу. Вот я уверен, что у вас это всё получится, ну а мы, взрослые, будем работать над тем, чтобы детство в России было очень хорошим, очень достойным, и каждый мог с самого раннего детства найти своё место в будущем жизни и стал настоящим гражданином нашей великой России. Я хочу, чтобы все дети на земле и в Артёме жили счастливо, отдыхали летом очень хорошо, и купались, отдыхали и любили лето. Чтобы ни у кого не было травм, и все к сентябрю были готовы, счастливы. Желаю успехов в личной жизни. Наши солнышки подняли ручки вверх, и летняя шумерка в генах! Поделитесь вверх и покажите солнышко, чтобы все видели на планете. Какой город Артём счастливый! Как много счастливых, радостных детей живёт в нашем городе! Для нас это замечательный день. У нас сегодня, можно сказать, первый день защиты детей. Нам полтора года, поэтому это первый осознанный праздник. Это именно праздник веселья, праздник добра, праздник счастья. Она сегодня пляшет, я вижу улыбку и счастье на её лице, и для меня это радость. И пусть такую радость испытывают каждые родители, всех с праздником. Всё больший интерес в среде молодёжи набирает робототехника. Уже давно искусственный интеллект помогает человеку практически во всех областях жизнедеятельности и вышел за пределы лабораторий. Но если говорить о простейших механизмах, то их разработка способна в малом возрасте развивать у детей логическое мышление, учит их думать руками. Наша съёмочная группа побывала на соревнованиях по робототехнике, рассказывает Александра Сильверстова. Артёмовский филиал Центра развития робототехники провёл старые городские соревнования во Дворце культуры угольщиков. Около ста детей из 50 команд приехали, чтобы состязаться в шести различных категориях. Сегодня участвуют в соревнованиях шесть категорий. Робокитс – две категории младшие и старшие, две категории виду, младшие и старшие, скоростная сборка, и две категории майнстормс – это сумо и шорт-трек. Сегодняшние робототехники – это совсем юные, но очень талантливые ребята, которые в своём возрасте уже успели показать, на что способны. Расскажи, что это за программа такая, что это там за схемы такие нарисованы. Это получается для того, чтобы робот в виде соперника атаковал его, а если увидит чёрную линию, он должен назад отъехать, чтобы не выйти из-за поля. Можно конструировать разных роботов и делать разные программы. Категория под названием сумо, пожалуй, самая зрелищная категория соревнований. Необходимо сконструировать и запрограммировать робота на атаку робота-соперника. После этого их создателям остаётся только напряжённо наблюдать за битвой. Однако робототехника – это не только зрелищно и весело. Данное занятие развивает в детях логику, внимательность, мышление, мелкую моторику. Ребята, которые начали заниматься ещё в дошкольном возрасте, впоследствии обгоняют своих одноклассников на уроках математики. Безусловно, этот факт не может не радовать их родителей. Ведь так приятно, когда твой ребёнок занимается тем, что не только приносит ему удовольствие, но ещё и развивает. Мышление, программирование – всё как бы развивает. Моторику пальцев и умственные способности. И с этим нельзя не согласиться. Слушая, как совсем юные ребята рассказывают о строении и преимуществах своего робота, невольно задумываешься. А какие машины они смогут конструировать в будущем, если продолжат развивать свои навыки, занимаясь робототехникой? Мышление, что у него здесь моторы намного лучше стоят. То есть он без механизмов, но он намного мощнее, потому что два мотора получат колёса. У него шипы, передние шипы, они идут именно по полу и подцепить могут вновь. У любых, да. Мы просто сделали так, чтобы вес был не только сзади, но и впереди. Чтобы, допустим, если его вот так подняли, чтобы он вперёд ещё упал. Или чтобы шипы прижимались к полу, чтобы они по полу прям шли, подцепляли других роботов. Приглашаем всех желающих от пяти лет заниматься в филиале Центра робототехники в городе Артёме. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. Заходите на странички в соцсети. Наш адрес – artyom.tv.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова